приветствую вас любители живописи сегодня рисую для вас кусочек моря на это видео меня вдохновили картины моего любимого художника мариниста георгия дмитриева большая ему благодарность я надеюсь что этот урок поможет понять начальный принцип изображения волны гамма цветов несколько сдержанно но не серая я рекомендую использовать голубую fc ультрамарин индиго возможно краплак охру желтую лимонную умбру натуральную или любую коричневую возможно не все озвученные краски я буду использовать в картине все идет по ощущениям но это самый минимальный набор который нам поможет нарисовать эту картину вы можете включать другие оттенки синего и коричневого главное для нас в работе это создать настроение волнующегося моря его динамику его движения набросок делаю по ощущениям на втором плане большая волна основная на первом небольшое движение волн и участок заднего плана с небом где и беловато-желтоватая луна выглядывает из облаков и отражается на волнах сначала я рисую цвет от луны на небе на водной поверхности для этого беру лимонную краску добавляя немного белой и начинаю рисовать небо и волны большую кистью большими мазками почти сухо я не буду пока соблюдать плавности ставить переходов хотя их очень люблю и пытаюсь часто все растушевывать хотя это и не всегда себя оправдывает для неба я беру белый охру индиго и получается такой серовато-зеленоватый цвет края неба я затемняю индиго беру большую кисть и потихоньку все стараюсь равномерно растушевать кисточку периодически вытираю от краски и все растушевываем и все растушевываем Начинаю определяться с цветом для воды. Беру лимонную ИФЦ. Можно взять травяную с зеленой с охрой. Пробуйте. Я почти всегда определяюсь со цветом во время работы. Иногда мне хочется добиться таких же цветов, как на фото. Иногда хочется создать что-то свое, гармоничное, созвучное с настроением. Лимонную ИФЦ гашу серым цветом, который получаю из смеси индиго, охры и белого. И продвигаюсь в глубину волны. Добавляю много ультрамарина. Играйте красками. В глубине больше темных цветов. На переднем плане я делаю глубину теплой и добавляю больше коричневого к зеленому цвету. Играйте красками. 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 Продолжение следует... 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 распределяю эту смесь по гребням волн немного осветляю верхушечки волн тоже хочу отметить что краска уже сильно разведена водой получается такой слой прозрачный главным переходом я тоже пытаюсь как бы вписать красочку по ходу волны пока сильно все не растушевываю пока идет поиск света поиск движения волн это можно добавить больше белого это добавляя больше желтого смесь чтобы усилить подломный свет на небе я добавляю больше краски делаю как бы более пастозно теперь я начинаю растушевку так как у нас смесь как я уже говорила что она сильно разведена водой то создают такие плавные переходы этот светлый цвет с гребня волны как бы вписывается спокойно вписывается саму волну field the 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 экспеспиряжkel сильно разведена однако есть.. обменем его вкус и заб facultки расстрелologia и обязательно собирая причем чуть 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 просьбе потому что так часто подойдет на свои nightmare и вообще будет оченьír это мысль ascend soon пом STOP потому что temperatures у не так сорissant Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для истинно творческой работы мне нужно создать красивую маленькую пенку, создать свет на волнах. Для световых участков пенки я беру немного красный или розового проблака, немного лимонный и смешиваю с большим количеством белого. В тенях можно добавить к смеси больше голубого. Но пока я думаю, берем просто вот такой светлый яркий цвет. Беру на кисть много краски, но стараюсь наносить все неравномерно. Как получается? Линия какой-где прерывистая, где-то тонкая, где-то с кисти много краски упало на холст, где-то нет. Рисую на ощущениях. Одну полоска блика, другую. Стараюсь их как бы красиво соединить между собой, маленькой полосочкой пенки. Соблюдаю направление волны. Добавляю световых бликов на облака. Добавляю световых бликов. Добавляю световых бликов. Кое-где растушевываю, создаю однородную среду воды и воздуха. Я как бы представляю, что скольжу своей кисточкой по поверхности воды. Я не тороплюсь. Можно сказать, я даже получаю удовольствие, когда вижу, как на моих глазах волна оживает и получает объем и направление. Добавляю световых бликов. Продолжаю рисовать следы от пенки. У вас это может продлиться намного дольше, чем вы думаете. Это ваш поиск. Но нам важен результат. На светлых поверхностях волны я нарисовала пенку темной краской. Для этого я применила смесь индиго, немного омбры и белого. Можно применить смесь омбры ультрамарина белого. Можно применить омбры оранжевого, немного ольтрамарина белого. Попробуйте посмешивать эти смеси и посмотреть, какая смесь вам больше понравится и будет гармонично смотреться на светлом грибне ваших волн. Потихонечку я добавляю блики на воде и стараюсь довести работу до законченности. Хотя это понятие очень относительное. Всегда можно найти что-то, что можно поправить, исправить. Что-то кажется недописанным, чем-то можно быть недовольным. Но я советую вам слишком не усложнять. Пусть лучше будет ощущение незаконченности. Слишком много исправлений могут только ухудшить картину. Даже не испытывая полной удовлетворенности от написанной картины, все-таки лучше переключиться на другой холст. И в нем может получиться лучше то, что не удалось в предыдущем. Я желаю всем начинающим художникам приятного посмотра и применения моего опыта в своей творческой работе. Буду рада, если оказалась вам полезной. До новых встреч! Я не прощаюсь! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!